Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарея. Сегодня в выпуске. Уборка сквером, чистка озером. Вместе с городскими властями улучшать экологию Самары будут общественники русского географического общества. Учебная тревога. В Самарской области прошли плановые учения по гражданской обороне. Как оптимизировать добычу газа в Арктике? Самарец представит свою идею на Международном молодежном форуме. Надо-надо умываться по утрам и вечерам. Мэр Самар Олег Фурсов поставил задачу наказывать владельцев автобусов, если машины выходят в рейс грязными. Подниматься легко, безопасно, приятно. В Самаре по программе капремонта меняют лифты. 2017 год экологии. Повод с особым вниманием взглянуть на проблему сохранения природных богатств города на Волге. Вместе с городскими властями улучшать экологическую обстановку будут общественники. Русское географическое общество и администрация Самары подписали соглашение о сотрудничестве. Оно подразумевает не только образовательную и просветительскую работу, но и акции по уборке зеленых уголков города. Марина Кравцова узнала, какие озера почистят уже в этом году. Город, в котором дышится легко. За последние два года Самара в экологическом рейтинге Министерства природных ресурсов России поднялась на три строчки вверх. Это результат повышенного внимания к сохранению природных ресурсов. Только за последние два года незаконных свалок в городе стало меньше в несколько раз. Соглашение о сотрудничестве между администрацией Самары и Русским географическим обществом – новый шаг в улучшении экологической обстановки. Безусловно, тот ресурс, которым обладает Русское географическое общество и в образовании, и в просвещении, и в оценке экологического ущерба – это мероприятие, которое внесет очень серьезный вклад в экологическое оздоровление нашего города. Вместе с общественниками будут проводить образовательные акции для молодежи, викторины для дошкольников, очистку от мусора парков, скверов, зеленых зон, озер и рек. В этом году начнут чистить воронежские пруды. А рядом со школами и детскими садами установят специальные контейнеры для раздельного сбора мусора. Приход на экологическое обращение с отходами – одна из задач большой городской программы. К нами разработана трехлетняя программа экологическая. Там применены новые совершенно подходы. Очень много вопросов уделяется для совместного решения с общественными организациями, с общественностью. Я думаю, что вот такое отношение, партнерское, дружеское, позволит нам задачи, поставленные по наведению порядка в городе, решать гораздо быстрее. Очень важно, чтобы тот акцент, который сейчас делается на экологическую проблематику, сохранился на все последующие годы. Бережное отношение к природе – задача не только властей и общественников. Это касается всех жителей. И каждый может помочь родному городу стать еще чище. Нами ведется уже на сегодняшний момент очень серьезная и глубокая карта, интерактивная карта, на которую наносятся места, где незаконно складируется мусор. И то, что мы сегодня увидели вот это подписание, это очевидно говорит о том, что все граждане Самарской области могут реально принять участие в том, чтобы наш город, наша область стала чище. Наша основная задача всех вместе – сделать город чище. Чем больше общественных организаций, жителей включатся в этот процесс, тем будет лучше для нас, для всех, для города. Сделать чище воздух помогает постепенный переход на автобусы на газомоторном топливе, что существенно снижает количество выбросов вредных веществ. Идет работа над законодательной инициативой по снижению транспортного налога на машины на газу. Рассматривается и вопрос строительства дополнительных газовых заправок в Самаре. Марина Кравцова, Григорий Плешаков, События. Сегодняшнее утро жителей области началось с вой и сирен. Тревога оказалась учебной. Центр по делам гражданской обороны проверил работу системы оповещения. Сирены, а их в области около 500, призваны предупредить жителей в случае химической атаки или стихийного бедствия. Сигнал, название которому «Внимание всем» услышала и Алина Чемерес. Внимание всем! Вой сирен сегодня был слышен во всем регионе. Центр по делам гражданской обороны проводит проверку системы оповещения. Услышав такой сигнал, жителям следует включить телевизор или радио и прослушать важное сообщение о том, какая угроза нависла и как нужно от нее спасаться. Система оповещения в регионе создана в 80-е годы и с тех пор не зафиксировано ни одного случая, чтобы ее включали именно в чрезвычайной ситуации. Всегда только на учениях. Всего в регионе установлено около 500 сирен и они всегда должны быть в состоянии готовности. Внимание! Говорит оперативный дежурный. Управляют сиренами из оперативного штаба. Сюда поступают все сведения о ситуации в регионе. Это и весной, когда в Самаре готовятся к паводку и в зоне подтопления десятки населенных пунктов дежурные всегда на чеку. В круглосуточном режиме работают дежурные службы, оперативные дежурные. Для этого создал специальный отдел оперативной службы, который в круглосуточном режиме принимает любую информацию о возникновении чрезвычайных ситуаций, либо угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций и, естественно, моментально реагирует, доводит до всех муниципальных образований. Систему оповещения проверяют каждые три месяца. Регулярно проводится техосмотр. Сирены установлены на крышах зданий, в селах и деревнях, и хвой слышно за километр, в городе метров за 500. Если вдруг большая вода или газовое облако накроют конкретный район, сигнал об опасности подадут только там. Может быть, при возникновении ситуации включено частично или локально, например, на территории городского круга Самары, чтобы оповестить население об опасности и проинформировать, какие действовать. Это может быть и поводковое явление, это может быть и ситуация с выбросом аварийно-химически опасных веществ и иные. Но все же в случае чрезвычайной ситуации сигнал услышат не все. Система сможет предупредить об опасности половину жителей городов и треть сельчан. Поэтому в 60 населенных пунктах, не охваченных сиренами, установили отдельные точки оповещения. Эти территории подвержены подтоплению-затоплению. Они находятся недалеко от каких-то рек, озер и в случае неблагоприятного паводка они затапливаются. И очень удобно и нужно, чтобы население заранее знало подтопление. Кроме сирен, в случае опасности жители предупредят и по СМС. У профильных ведомств есть договор с операторами сотовой связи. Алина Чемерис, Артем Сулайманов, События. Больше 700 квартир получат переселенцы из ветхого и аварийного жилья в Самаре. Новое жилье обещают предоставить и в начале сентября. Об этом стало известно на заседании Общественной палаты региона. Как в целом исполняется федеральная программа по переселению в Самарской области, узнала Лариса Шалафаст. Порядка 24 тысяч домов в регионе признаны аварийными. Это полтора процента от общего жилого фонда. В области уже не первый год реализуется федеральная программа по переселению. Но список пополняется все новыми и новыми объектами. По информации городского департамента градостроительства, только в Самаре 700 аварийных домов. Жилье обещают предоставить до начала осени. Это будет 740 квартир, из которых мы уже закупили 488 квартир. Осталось закупить 252 квартиры. Мы их закупим в ближайший месяц. И до 1 августа у нас все квартиры будут переданы муниципальной собственности. Если в Самаре ситуация ясна, то к другим муниципалитетам у участников заседания есть вопросы. В отстающих по темпам переселения Жигулевск, Красноярские и Волжские районы. Например, в Петродубраве построено несколько домов, но переехать туда люди не могут. Здесь вовремя не дали отопления. В результате стены оцерели, появилась плесень. По информации Государственной жилищной инспекции, некоторые муниципалитеты вообще не подают информацию об аварийном жилье. В их числе Сызранские, Елховские районы и Тольятти. Почему у нас на территории Тольятти нет ни одного квадратного метра аварийного жилья? Но мы туда регулярно, из года в год вкладываем огромные средства с фонда капитального ремонта на вот эти гнилушки, которые надо сносить. Теперь к разбирательству подключится прокуратура. Участники заседания сошлись во мнении, что нужно усилить контроль за тем, как ведутся работы на местах. Ведь многие недочеты можно увидеть еще на стадии строительства. У нас в регионе, к счастью, все дома построены, то есть нет никаких приписок. Качество, вот здесь вопрос поднимается, вопрос качества. Достаточно много тоже претензий к подрядным организациям, которые проводили строительные работы вот в этих домах. Это Петра Дурбрава, это Кенельский район у нас были проблемы. Федеральная программа по переселению из ветхого и аварийного жилья должна закончиться в этом году. Общественная палата планирует обратиться в Госдуму с инициативой продлить программу. Лариса Шлафас, Сергей Баскин, События. Ремонт дорог и социальные выплаты депутаты Самарской городской думы одобрили поправки в бюджет города. Субсидии 10 миллиардов рублей поступили из вышестоящих бюджетов. На что еще потратить деньги узнала Марина Кравцова. Плюс 10 с лишним миллиардов субсидий из вышестоящих бюджетов получила казна Самары. Около 2 миллиардов пойдут на капитальный ремонт дорог. Также субсидии потратят на преображение площади Куйбышева, Струковского сада, реконструкцию и строительство трамвайных путей от улицы Уридского до стадиона Самара-Арена. Деньги пойдут на социальные выплаты и образование. Часть средств уйдет в районные бюджеты на ремонт внутриквартальных дорог. В целях реализации внутригородскими районами полномочий по ремонту и содержанию внутриквартальных дорог, предлагается увеличить объем межбюджетных трансфертов, представляемых бюджетами внутригородских районов городского округа Самара в 2017 году. Кроме того, городские власти помогут районам с приобретением техники для уборки улиц. Поправки в бюджет одобрили депутаты. Подготовка к чемпионату мира по футболу – это масштабный фронт работ. И в непростых экономических условиях на счету каждый рубль. Нам удалось в прошлом году запустить процедуру более бережного, эффективного использования средств бюджетных. Это позволило закрыть нам ряд долгов. Мы поменяли семь директоров муниципальных предприятий. По ряду предприятий эффект финансовый очень заметен стал. Мы достаточно уверенно смотрим вперед. Но понимаем, что задачи, которые стоят перед городом, они гораздо более амбициозны, чем текущее финансирование позволяет нам их реализовывать. Поэтому вместе будем думать, каким образом нам эти задачи решать. Большое внимание из сферы образования. В Самаре построят два новых детских сада и три школы. Две в Октябрьском районе и одну в Кировском. Сейчас готовят подходящие площадки. Также выделят деньги и на ремонт школ. Марина Кравцова, Константин Головин. События. Самарский Курумыч впервые вошел в число лучших аэропортов мира. На каком он месте в рейтинге, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте. Нефть сегодня дорожает и преодолел отметку в 52 доллара за баррель. Валюта дешевеет. Курс на 17 марта. Доллар 58 рублей 24 копейки. Евро 62 рубля 48 копеек. Золото стоит 2284 рубля. Серебро 32 рубля 31 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 58 рублей 85 копеек. Дороже всего продать за 58 рублей 35 копеек. В Госдуме предлагают разрешить конфискацию автомобилей за повторное опасное вождение, потому что штрафы и исправительные работы на нарушителей уже не действуют. Воз импортных сыров в Россию сократился вдвое, сообщает Федеральная таможенная служба. А турецкие фрукты после отмены эмбарго сбросили в цене 25%. Самарский Курумыч впервые вошел в число лучших аэропортов мира. Рейтинг составлен престижным отраслевым агентством Skytrax. Курумыч занял 8 место в номинации «Лучший аэропорт макрорегиона России и СНГ» и 3 место в номинации «Лучший региональный аэропорт». На этом все. Удачи в делах! Подари надежду. Благотворительный аукцион с таким названием прошел в Самаре. Все лоты работы людей с ограниченными возможностями. Собранные деньги 1 миллион 71 с половиной тысячу рублей разделили. Часть отдали авторам работы, остальное в помощь детям больным раком. Марина Матвейшина познакомилась с юными пациентами первой городской детской больницы. Через час-полтора четырехлетняя Даша отправится домой. Девочке предстоит последний сеанс химиотерапии и долгожданная выписка. Два с половиной года назад ребенку поставили страшный диагноз – опухоль головного мозга. Лечение начали незамедлительно. Родители гордятся дочкой. Даша мужественно переносит все процедуры. Первые полтора года, естественно, было трудно. Было часто переливание крови, были поиски доноров. Последний блок химиотерапии переносит стабильно, хорошо. Анализы крови стабильные. Слава Богу, как сами? Держимся, с Божьей помощью. Надо держаться, лечить дальше ребенка. Лечение детей больных раком зачастую требует больших денег. И сегодня 15 семей получат больше миллиона рублей на дорогостоящие обследования и лекарства. Это деньги, собранные на втором благотворительном аукционе «Подари надежду». На аукцион было представлено 20 лотов. Все это творческие работы людей с ограниченными возможностями здоровья. Собранные деньги разделили. Часть отдали авторам работ, остальное в поддержку детей с тонкозаболеваниями. В этом году аукцион провела общественная организация детей-инвалидов «Парус надежды» при поддержке городских властей. Вот такая помощь, она идет непосредственно семье и администрации города, которая не являлась учредителем аукциона, не проводила его. Но мы в лице главы городского округа Фурсова Олега Борисовича являлись гарантами, что каждый рубль, собранный на этом аукционе, пойдет непосредственно семье. В аукционе приняли участие глава города, депутаты, руководители промышленных предприятий, банков и сотрудники нотариальной палаты. Потому что мы все мамы, мы все бабушки, и для нас чужая боль, она очень ощутима. Я даже вот сейчас говорю, я волнуюсь всегда. Чужая беда для нас не чужая. Кандидатуры детей, которые на данный момент больше всего нуждаются в материальной помощи, утвердили на аукционной комиссии. Но никто из маленьких пациентов отделения не остался сегодня без праздника и подарков. Марина Матвеевшина, Максим Гусев, События. Развивать Арктику должны молодые и дерзкие. Самарис Герман Кудеяров больше пяти лет трудится в газовой отрасли, как раз на этой отдаленной территории. Свой проект «Развитие континента» он представил организаторам престижного молодежного форума «Арктика. Сделано в России» и прошел отборочный этап. Международный образовательный форум пройдет с 27 марта по 2 апреля в Архангельске, где 10 командам по 18 человек придется решать реальные задачи по разработке концепции развития опорных зон Арктики. Также участников ждут встречи с главами корпораций, министрами, профессорами РАН и ректорами университетов. Лучшие проекты будут взяты на карандаш и получат шансы на воплощение в жизнь. Надо отталкиваться от того, зачем мы туда приехали. То есть, прежде всего, это добыча полезных ископаемых, таких как нефть, газ, редкоземельные металлы. То есть, сначала мы исходим от них, потом от этого будет строиться логистика, в дальнейшем энергетика. То есть, а дальше от этого уже будут строиться градостроительства. То есть, это будут вахтовые методы работы, постоянные методы работы, ну и так далее. ЖКХ меняется. Под этим девизом работники сферы жилищно-коммунального хозяйства отметили профессиональный праздник. Коммунальное хозяйство – самое обширное и беспокойное. Здесь отопление, водоснабжение, капитальный ремонт. В этом году работа должна стать еще эффективнее. Самарская область получит дополнительное финансирование из федерального бюджета. Как прошел праздник работников коммунального фронта, расскажет Олеся Корецкая. Жилищно-коммунальное хозяйство в образе корабля рассекает волны Житейского моря. В руках этих людей все привычные блага цивилизации – вода, свет, тепло, порядок. На коммунальной Ниве в Самарской области трудится 45 тысяч человек. Памятную ленту «Город трудовой и боевой славы» вручает муниципальному предприятию «Спецремстрой Зеленхоз». Самые добросовестные и неравнодушные работники ЖКХ получают благодарности и награды от губернатора. Я работаю для людей и стараюсь, чтобы всегда дворы были чистыми. И они благодарны мне за это, помогают, выходят на субботник. Александр Желнин работает в сфере теплоснабжения больше 20 лет. Работой гордится. Совсем недавно именно он и его бригаду устанавливали котельную на стадионе «Самара-Арена». Мы стараемся применять как можно высокотехнологичное оборудование, чтобы оно было проверено, во-первых, чтобы соответствовало всем требованиям. Больше инвестиций – лучше качество работы. Повысить эффективность работы в сфере ЖКХ – одна из основных задач в этом году. Мы очень хотим, чтобы у нас сформировался костяк профессионала. Это работа на человека, напрямую на человека. Твой труд – завтра же, сегодня же утром, увидит человек и оценит его. И от этого будет зависеть его настроение. Как он дальше, ту болванку, которую надо делать, или ну, как он ее сделает в итоге на своем рабочем месте. Это во многом зависит от той среды, в какой он уже делал. В этом году продолжится капитальный ремонт домов. Также приведут в порядок дворы и улицы, парки и скверы. На это направят больше двух миллиардов рублей из областного и федерального бюджетов. Какие работы необходимы на каждом конкретном участке, будут решать сами жители. Во всех муниципальных районах области создаются общественные советы по контролю сферы ЖКХ. Олеся Корецкая, Максим Гусев, События. Мыть автобусы нужно чаще и чище. Такую задачу поставил мэр Самара Олег Фурсов. На общегородском совещании глава города отметил, частные автобусы ездят по городу в ужасном состоянии. Руководитель профильного департамента пояснил, что моются автобусы всего раз в неделю. На что мэр возразил, нужно мыть машины чаще. Чтобы заставить частников ухаживать за своими автобусами, предлагается устраивать санитарные рейды. Перевозчиков, выпускающих на линию грязные машины, наказывать. Автобусы как раз наши муниципальные чистенькие. А вот что касается частных автобусов, понимаете, там клейма ставить некуда. Занимайтесь, работайте, проведите рейды с ГИБДД совместно, повоспитывайте собственников. Наверное, тогда они найдут возможность автобусы мыть. Подниматься легко, безопасно, приятно. В 215-м доме по улице Ново-Вокзальная полностью заменили лифтовое оборудование. Новый лифт установили в рамках программы капитального ремонта. Жители Самары все чаще отдают предпочтение ремонту подъемников, а не фасадов. В новом лифте прокатился Андрей Горгуленко. Мы на каждом побывали, а мы прокатились совсем. Вот такой лифт. Людмила Федорова сторожил дома 215 по улице Ново-Вокзальной. Заехала сюда еще в 1974 году. С тех пор лифт в подъезде так и не ремонтировали. И вот спустя 43 года в доме новый транспорт по этажам. Пока шел ремонт, Людмила и другие жители поднимались по лестнице, не возмущаясь. Все были предупреждены письменно под роспись, что вот эти две недели вам придется ходить пешком. Люди не противились. Были, конечно, такие, что тяжело ходить на лечение в поликлинику. Но все выдержали смело. Никаких не было нареканий, никаких возмущений. Ходить пешком долго не пришлось. Ремонт лифта уложился всего в две недели. За это время полностью обновили все оборудование. Новый трос, лебедка, антивандальное покрытие стен, не бьющееся зеркало. В лифтовой все автоматизировано. Установлены электронные датчики, сделанные по современным технологиям. Лифты у нас сейчас выпускаются энергосберегающие с применением последних технологий, частотным приводом управления и открытия дверей, что обеспечивает плавные движения лифтов, плавное открытие и закрытие дверей, ну и самое главное, комфортабельные приездки наших жителей. Предусмотрена защита. Если лифт остановился на этаже, то дверь автоматически откроется, человек может выйти. Если она между этажами останавливается, то там срабатывает так, что дверь не открывается, и пока лифтер ее не поставит как надо. Видеокамера там установлена, чтобы вандализма не было. На данный момент в Самарской области по программе капитального ремонта заменили 560 лифтов. Это около 110 домов. На 2017 год запланированы замены еще в 34. Андрей Горгуленко, Максим Гусев, События. Хоккейный клуб ЦСК ВВС в этом сезоне закончил выступление в высшей лиге. Со счетом 0-3 военные летчики в первом раунде плей-офф проиграли Смоленскому Славутичу. Как самарская команда пыталась остаться в игре, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Хоккейсты ЦСК ВВС в этом сезоне закончили выступление в высшей лиге. Они проиграли в первом раунде плей-офф Смоленскому Славутичу. Серия длилась до трех побед одной из команд и получилась максимально короткой. Славутич выиграл в трех матчах. Два у себя дома со счетом 4-2 и 7-1 и в гостях 3-1. Самарский поединок начался в равной борьбе. На объединенные ворота совершали обе команды, однако забить первую шайбу удалось только во второй половине первого периода. Славутич повел в счете 1-0, а через пять минут его удвоил. У нас проблема была в вратаре. Мы не могли переиграть Егора. К сожалению, не могли. Но вот, наверное, нужен целый сезон, чтобы ребята нашли какой-то ход на крови и умение, скажем так, достать из себя поразить вороны. Надежда на победу военных летчиков еще была во втором периоде, но смоленская команда мастерски засушила середину матча, не дав реализовать самарцам ни одной голевой ситуации. Хотя, по статистическим показателям, время владения шайбой броском по воротам ЦСК ВВС переиграл Славутич. Это плей-офф. Тут другие игры. Играть надо по-другому. Играть надо проще. Надо пластаться, биться. Мы, наверное, не совсем это сделали. В третьем периоде летчики продолжили борьбу за выживание в плей-офф. Они грамотно оборонялись и уверенно шли в атаку. Удача им все-таки улыбнулась за полтора минуты до финальной сирены. Шайбу забросил Андрей Акамов. И уже в следующем игровом эпизоде главный тренер ЦСК ВВС Сергей Сошников, по примеру канадских профессионалов, меняет голкипера на шестого полевого. В надежде, играя в большинстве, сравнять счет и перевести игру в овертайм. Однако Славутич воспользовался нерасторопностью летчиков и забил последний гвоздь в самарские перспективы нынешнего сезона. Шайба влетела уже в пустые ворота. 3-1. Смоленский клуб продолжает поход за Кубком Федерации, а самарцы начинают подготовку к следующему сезону. Фактор отсутствия опыта игры в плывах в таких матчах, он сработал. И все ребята говорят о том, что просто наступило некое оцепенение от ответственности, от того, что это может быть последняя игра и так далее. Хотя я бы сказал, что на сегодняшнюю игру они смогли раскрепоститься. И где-то нелогичные голы в наши ворота в первом периоде сыграли, конечно, злую шутку. И судьба матча предрешена была. Борьбу в плей-офф высшей хоккейной лиги вместе со Славутичем продолжают лидеры регулярного сезона. Ростов, Мордовия и Тамбов, которые тоже со счетом 3-1 в четвертьфинале победили своих соперников. Юниор, Чебоксары и Челны. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова